В Брянской городской больнице номер 4 лечат пациентов с коронавирусом уже почти полтора года. С первых месяцев пандемии лечебное учреждение было переведено в режим ковидного госпиталя. Так что врачи в полной мере ощутили первую, вторую волну и период так называемого затишья. Оно наступило, когда была развернута прививочная кампания. Сейчас люди стали игнорировать санитарные требования, не соблюдают меры предосторожности и болеют чаще. При этом развивается инфекция даже в молодых организмах стремительно. Поступают в стационар целые семьи. Поражение легких при госпитализации от 75 до 100%. Поступают и молодые люди. Начинают с 18 лет, больные ковидом, у которых тоже большое поражение легких, обширное. И 25 лет, и 34 года, и 37 лет проходят через наш госпиталь. И заболевание протекает так же тяжело, как и у пожилых людей. Многие сразу попадают в реанимацию. И что характерно, что сейчас, видимо, вирус мутировал, и очень трудно поддаётся лечению этой заболевания. Поэтому, конечно, необходимо, чтобы люди сохраняли настороженность, не расслаблялись. Потому что видно, что сейчас происходит в городе, что народ успокоился, расслабился. Необходимо, чтобы все шли прививаться. Больные, находящиеся на генназинной ИВЛ. Кадры из реанимационного отделения 4-й больницы. Сейчас в лечебных учреждениях области 90 человек находятся в реанимации. 68 получают кислородную поддержку на аппаратах ИВЛ. Госпитализированы 1215 жителей региона. И цифра постоянно растёт. Это в том числе ковид-диссиденты, которые игнорировали прививки и ношение масок. В арсенале у врачей есть всё необходимое для лечения. При этом они сразу уточняют, что очень сложно гарантировать успех. Так быстро и порой необратимо протекает болезнь. В зоне риска каждый, кто не привит. Наталья Будник, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск.